МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Проверили общественный транспорт на наличие технических неисправностей сотрудники госавтоинспекции во время очередного рейда. Главная цель этих мероприятий – снижение аварийности на пассажирском транспорте. Мусоровывозящие компании не успевают справляться с горами отходов в поселке Развилка. Не один раз в день вывозите вот этот мусор на этих площадках, а два раза в день. День рождения Ленинского района следует отмечать не во вторую субботу сентября, а 12 июля. Эту дату и принято считать днем образования Ленинского района. Сотрудники госавтоинспекции следят за безопасностью на дорогах, в том числе и во время профилактических мероприятий. На этот раз в ходе рейда проверили пассажирский транспорт на наличие технических неисправностей. Нашли ли их, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Местом контрольного осмотра автобусов была выбрана конечная остановка нескольких маршрутов перевозчиков «Дом Трансавто» и «Мост Трансавто» около железнодорожной станции Расторгуева. В рамках профилактического мероприятия под условным названием «Автобус» сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние общественного транспорта, ведь самое главное – это безопасность пассажиров. Такая акция проходит раз в месяц. За один рейд проверяют до 40 автобусов. У водителей смотрят наличие всех необходимых для работы документов, а сами автобусы осматривают на предмет визуальных повреждений и технических неполадок. Водителей просят поочередно включить фары ближнего и дальнего света, сигналы поворота и заднего хода. «Разбираем нарушения типичные». Водители с пониманием относятся к профилактическим проверкам, ведь они чувствуют ответственность за жизни и безопасность пассажиров, которых они перевозят. Андрей Одинцов уже третий год работает на маршрутах в Видном, а вообще за свою жизнь водил и скорую помощь, и пожарные машины. «Пассажиры отмечают, что передвигаться общественным транспортом в городе Видное им довольно комфортно. И особых нареканий с их стороны не возникает. Но такие рейды госавтоинспекции обязательно нужны». «Очень даже важно. Иначе как? Сколько ведь аварий бывает?» «Но в данный момент всё нормально». «То есть вы сейчас доехали, никаких проблем не возникли?» «Нет, проблем никаких. Я езжу, всё горит, всё работает. Вроде раз он тормозит, и на нужных станок устанавливается». Но всё же во время проверки у одного из автобусов была зафиксирована неисправность тормозной системы. После составления протокола он был снят с маршрута. Чтобы устранить проблему на предприятии, для автобуса вызвали эвакуатор. Теперь перевозчику и водителю будут грозить штрафные санкции. Дмитрий Книга, Александр Бульников, Елена Кошелева, Видное ТВ. В поселке Развилка участились жалобы жителей на нерегулярный вывоз мусора. Мусоровывозящие компании не успевают справляться с горами отходов. В решении этого насущного вопроса приняли участие общественники. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Несмотря на то, что с утра весь мусор был выведен и с тех пор прошло всего полдня, контейнерные баки снова стоят наполненными различными отходами. А вечером можно догадаться, что из них здесь будет целая свалка. В сельском поселении Развилковская вывоз мусора осуществляется всего один раз в сутки. Но, как подтверждает реальная ситуация, этого недостаточно. По словам Александра Куприянова, и такая проблема возникла с тех пор, как садовые товарищества, находящиеся на территории сельского поселения, подписали с Каширским региональным оператором договор о разрешении складировать свой мусор в контейнеры поселка Развилка. Это еще будет увеличение этого мусора. Не только Санте-Анис, здесь и Санта-Березка, все деревни. То есть это просто горы мусор будут складироваться. Ни для кого не секрет, что мусор – это не только угроза экологической обстановки, но и санитарно-эпидемиологической, а также возможность возникновения пожаров и размножения грызунов. Справиться с таким обилием этих мелких тварей в этом году просто невозможно. Люди вылавливают в месяц до 12-18 мышей в квартирах. Насущный вопрос никого не оставил равнодушным. Поэтому многие жители, как и активистка Валентина Юркина, предложили свои варианты для решения их общей проблемы. Я думаю, что там большой мусор, такие как диваны, страшнейшие кресла, все. Просто надо приказом где-то повесить все на свете, и чтобы люди носили к первому А. Там большая площадка. А если мы будем здесь собирать, у нас будут опять пожары. Усилить вывоз мусора в пятницу субботно-свесенье. И мы вопрос решим, и жалобы все отпадут, и мусор отпадет, и все остальное. Администрация сельского поселения Развилковская поддержала инициативу жителей. Эту ситуацию хотим поправить таким путем, чтобы понудить или заставить Каширского регионального оператора не один раз в день вывозить вот этот мусор на этих площадках, а два раза в день, и посмотреть, как после этого будет уже развиваться ситуация. Активисты, общественники сельского поселения Развилковская, хоть уже и неоднократно, но пока безрезультатно обращались за помощью в разные инстанции, все равно продолжают надеяться и верить, что в скором времени они обязательно будут услышаны. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском управлении ЗАГС в городе Видное состоялась очередная торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям Ленинского района. С получением первого документа ребят пришел поздравить глава муниципалитета Валерий Венцель. Сегодня вы уже становитесь чуть взрослым. Я от всей души хочу вам пожелать в первую очередь крепкого здоровья, пожелать, чтобы вы перед собой ставили очень амбициозные цели, добиваться поставленных результатов, не бояться ошибок, потому что благодаря ошибкам мы становимся сильнее. Традиция вручать паспорт уже давно существует в некоторых субъектах Российской Федерации. На эту церемонию помимо ребят приглашают их друзей и родственников. Из рук главы муниципалитета в этот день получили свой главный документ восемь жителей Ленинского района. В память об этом событии ребятам также подарили Конституцию Российской Федерации и памятный подарок – обложку на паспорт, выпущенную лимитированным тиражом. По окончании церемонии к ребятам обратился один из родителей. Пройдет совсем немного времени, когда вам предстоит выбрать будущую профессию, специальность, найти себя в жизни. Придется принимать трудные, ответственные решения какие-то. От лица всех взрослых, ваших родных, близких, мы вас поздравляем с этим знаменательным событием. Удачи вам! Теперь у этих молодых людей появятся и новые обязанности, и новые права. И, как выясняется, многие ждали получения паспорта с нетерпением. А вот есть уже какие-то планы, связанные именно с использованием паспорта? То есть как-то будете уже его южить? Ну, хотелось бы путешествовать уже без родителей. Поработать. А где поработать, секрет? Чем заняться, как, что? Ну, грузчиком там, я не знаю, где еще. Клубнику собирать. Закончилась церемония небольшим концертом и фотосессией с главой муниципалитета. По традиции, день рождения Ленинского района мы отмечаем во вторую субботу сентября, а день Московской области в самом начале октября. Но краеведы уверены. На самом деле район появился 12 июля, ровно 90 лет назад. Их доводы выслушала наш корреспондент Екатерина Борисова. В этом году отмечается 90-летие Ленинского района и Московской области. Но какую именно дату считать днем рождения муниципалитета? Краеведы уверены 12 июля. Чтобы разобраться, когда же появился Ленинский район, нужно на 90 лет углубиться в историю. Именно в 1929 году, по словам краеведа Алексея Плотникова, тогда еще Московскую губернию ждали большие преобразования. Их определили три постановления президиума в ЦИК РСФСР. В январе было принято решение создать пять новых административно-территориальных образований, одно из которых – Центрально-промышленная область – в июле получила название Московской. И, наконец, третье постановление от 12 июля разделило Московскую область на районы. Делилось на 27 районов и округов, и в этом постановлении значился и Ленинский район. Так что вот эту дату и принято считать днем образования Ленинского района. В образованный район вошли город Люблино, поселки Бирюлево и Бутово, а также 96 поселений бывшей Московской губернии. А центром стал дачный поселок Ленино. Так в ту пору назывался ныне Московский район Царицыно. В начале сентября 1929 года это решение утвердил уже Московский областной съезд депутатов. И с 1 октября 1929 года созданные административные территориальные образования, в том числе и Ленинский район, обрели полноценный официальный статус. Ленино было центром нашего района вплоть до 1960 года, когда северная часть, включая Царицыно, отошла к Москве, а новым центром стал рабочий поселок Видное. Потом было еще много преобразований, но имя вождя мирового пролетариата до сих пор неразрывно связано с этими местами. Множество улиц и поселений муниципалитета и сейчас носят его имя. В горках Ленинских он часто бывал с сентября 1918 года по 1923 год, а с 1923 года по 1924 год он постоянно там жил. Он много помогал нашему району, когда он еще не был Ленинским районом, а был только Волость и Уезд. Десять лет назад, к 80-летию района, краеведы издали «Золотую книгу», в которой упомянули все основные вехи истории нашего края. Сейчас идет работа над новым юбилейным проектом, над созданием которого они трудятся совместно с сотрудниками Историко-культурного центра, редакцией газеты «Видновские вести» и администрацией района. Книга, посвященная 90-летию района, с тиражом тысячи экземпляров, увидит свет уже в сентябре этого года. Принято решение в администрации о том, чтобы она выглядела примерно так, как «Золотая книга», и в которой бы нашли отражение история, сегодняшний день и планы, перспективы Ленинского района. Так уж исторически сложилось, что день рождения Ленинского района мы отмечаем во вторую субботу сентября, а день Московской области – в самом начале октября. Нарушать эту добрую традицию краеведы не намерены. Просто в календаре праздников жители муниципалитета будет еще одна значимая дата. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В библиотеке поселка Развилка состоялся досуговый вечер. Дети мастерили подарок, а взрослые были на концерте. Вместе с ними на семейном празднике побывал и наш корреспондент Арсений Рогозянский. В библиотеке летние творческие вечера – не редкость. Однако этот отличался тем, что привлек внимание жителей поселка разного возраста. Хотя самыми активными участниками, конечно же, были дети. У нас проходит мастер-класс для детей. Мы делаем ромашки. У нас начинается праздничная программа. Это будут и песни, и стихи, и игры, викторина для взрослых. Творческий мастер-класс организовали сотрудники Центра досуга Дроздова. Директор учреждения Ольга Гаврилова рассказала, как плести ромашковые венки. Но не из цветов, а с помощью клея, ножниц и бумаги. Это возможность почувствовать, как из плоского листа можно сделать что-то объемное. То есть это такой немножечко другой подход. Не аппликация, а именно вот вещи, которые можно надеть на себя, подарить маме. Это тоже очень приятно. Обычно мамы очень тепло реагируют на такие детские творческие работы. Изготовлением венков дети занимались старательно и с интересом. Все мальчишки и девчонки собираются подарить свою работу мамам. И пусть не у каждого получается. Главное – от чистого сердца. Это мне помогли. Я сначала неровно сделал, потом мне разрезали. Помогли. Подарок сделал своими руками. Очень нравится родителям. Детским мастер-классом творческий вечер только начинался. В зале собрались жители поселка, которые ждали начала концерта. Вот и Лидия Романовна, частый гость библиотеки, не упустила возможность исполнить и послушать любимые песни под аккомпанемент Баяна. Праздник – это радость, я считаю. И для нас это вдохновение. Мы идем сюда, как говорится, с чистой душой. Среди зрителей была и глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина. Она подчеркнула теплую семейную атмосферу мероприятия. Вообще мы все, администрация, совет депутатов и у нас общественный совет, по-моему, все делает для того, чтобы Развилка стала одной большой дружной семьей. И мы будем стараться, чтобы людям здесь жилось комфортно, чтобы люди гордились своей малой родиной. И, конечно, забота о детях, забота о стариках – это важная составляющая нашего общества. Творческий вечер объединил в одном месте разные поколения. И взрослые дети остались довольны концертом и мастер-классом. Каждый еще раз вспомнил о любви к родным людям, упрочив семейные ценности. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин